здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил и регина здравствуйте добро пожаловать на наш канал и мы продолжаем наши находки из винтажной лавки серия номер 5 да уже ну не знаю 5 или нет 5 на уже и хочу начать вот из этой броши такой великолепный бантик покрытым эмалью цвет очень необычный такой коричневый шоколадный шоколадный такой на красивый перелив очень и вот это такая вставочка серединочка в золотом тоне между прочим очень красиво сделано видишь там как складочками такие и дали как прорезь такая ведь там нет прорези это просто так сделан металл надо хорошо очень очень качественно и вот обратная сторона интересные такие подъемы чтобы иголочка имела возвышение такую фундамент и сделаны и заклепка обратите внимание на которой крепится наша серединочка в золотом тоне и брашировка имеет металлами брашировку без маркировки она нелегкая да она чувствуется в ней качество качество хорошее чувствуется так это у нас кулон кулон непростой кулон зеркальце такой оправа овальной формы очень красивый на ней узор и кабошон такой крупный с цветами так все не можем понять средина это деколь или ручная роспись такая в рисунок потому что когда деколь должны быть такие точечки пикселей а здесь такого я не увидела я сидела даже вот в лоб усмотрела рассматривала все так ровно край так очень ровно идет как наклеечка я не знаю тоже трудно мне сказать вот крепление под кулон ну и зеркальце как я уже показывал а что думаете вы напишите пожалуйста да деколь это да или подрисовка рисунок ты имеешь ввиду даринечка ручная роспись чтобы это не было симпатично да симпатично мне кажется это как такая аккуратненькая наклейка немножко даже съехала непонятно ну не знаю да одним словом красиво все равно да не бойтесь это мышь не настоящая да это деревянная мышь брошь посмотрите у нее настоящий как будто кожаные ушки симпатично глазики у него эти кристаллики красные темно-красненькие даже имеется хвост тут иголочки не хватает почти как настоящие на похоже очень а да не было здесь иголочки подобрал иголочку поставил сюда было не сложно само крепление было а я только иголочку только единственно пружинки я подыскал чтобы она амортизировала так отталкивалась красавица просто носик такой не смешно да была мышка теперь появилась у нас видите кошка кошка в серебряном тоне оправа а вот ошейничек и шейка и лапки золотом тоне интересная работа это же качество чувства да когда держит рука вот и обратная сторона видите вот эти золотые части в золотом тоне держится на таких заклепочках интересная работа без маркировки очень такая необычная брошь виде цветочка звездочки я не знаю двухъярусная брошь небольшая на каждом этом лучике имеется такой жемчужинки очень красивый здесь кабошон в виде цветочка так вот брошь выглядит с обратной стороны без маркировки такая блестящая поверхность в золотом тоне почему-то она мне чем-то напоминает кора ну может быть чем-то да но это не кора тут клей монет да и ты тут вклеил помнишь а несколько маленьких жемчужинок этих смысле вклеил да что тоже не было сложно да и вот минуточку еще внимание Регина тут почему-то вот решила я тоже поддержал мнение что это похоже кошка на египетскую такую знаете как где фараоны и на их коты там они охраняли их там типа почему может золотой тон да вот этот и вот она сидит на страже как будто да вполне может быть да и ну и тут птичка это вот следующая наша находка птичка ласточка похоже на это на эту птичку на ласточку интересно вы подогадались какое там клеймо да сейчас покажу вам клеймо тут что я вклеил по моему глазики несколько кристаллов на крылышке это тоже было несложно главное надо было их подыскать металл похож на на олово да видите я здесь увидел маркировку вот здесь на крылышке с обратной стороны эй джи си вроде бы так я думаю да вы бы сказали что эта компания эй джи си ну если да действительно эта компания то на ту эй джи си она не похожа потому что у всех эй джи си они какие-то в золотом тоне все они какие-то там дома у них всякие домики еще что-то всякое разное яркие золотом тоне они всегда и в серебряном есть но они покрупнее они как-то выглядят поновее ну да я ему что-то это ранее такие работы этой компании это наше предположение только предположение конечно но эй джи си там клеймо стоит да как я уже показал я не ошибаюсь интересно так следующая наша находка так плавно перешла в музыкальные инструменты духовой инструмент так это саксофон всем любителям игры на саксофоне вот такая брошь в серебряном тоне вот и обратная сторона без маркировки ну такое очень хорошее качество ощущается так реалистично так все эти кнопочки отделаны мундштук красивая работа так очередная наша находка брошь в виде дельфина в золотом тоне выполнена посмотрите как он красив по всей видимости он сделал прыжок из воды из морской волны очень реалистичный такой дельфин качественная смотрю такая иголочка и крепление имеется маркировка которую мы так и не можем расшифровать может быть кто-то знает пишите пожалуйста в комментариях что это может быть за маркировка какой компании было бы очень интересно да очень необычная брошь такой человечек в интересной шапочке как колокольчик может такая тема азиатская может быть такое выступление на сцене кого-то не знаю но интересная брошь тем не менее она небольшая в серебряном тоне и вот так она выглядит с обратной стороны без маркировки мне кажется что это букпись да может быть и в таком неплохом состоянии скажу такой вот небольшой кулон такой довольно крупный кабошончик по соотношению к оправе под оникс по-моему это стекло и выполнен очень реалистичный такие маленькие три листик зажат он в крапаны и такая волнообразная идет оправа вокруг так вот и кулончик выглядит с обратной стороны без маркировки небольшой он такой так следующая у нас брошь в виде русалочки такая прелестная русалка в золотом тоне покрыта такими как бы эти кристаллы как чешуйки такие красивый перелив у них с покрытием по-моему это аврора бариалис и здесь я только установил один кристалл дополнил был утерян только один кристалл с трудом правда нашли подходящий размер ну он не очень сюда подходит а ты думаешь он отличается да я бы ни за что не догадался мне кажется я вот этот да кристаллик на коленках там на сгибе да на сгибе коленки что он не такой уж подходящий ну мне он не очень ну это самое лучшее как говорится что мы их подыскали да чтобы вам да да и вот брошь выглядит так собраться с обратной стороны имеется маркировка на картоши don craft я так понял что don craft компания была с 1945 года по 1977 год такая интересная история некий primavera ее выкупил у некого фелча в 1945 году и называть стал компанию don craft интересно да брошь необычная хвостик очень такой красивый как я забыл и назвал русалочки хвостик прелесть прелесть так следующая брошь в виде снежинки цветочка тоже с покрытием авроры бареали с кристаллой такая интересная права а в серединочке особенно вот этот такой бантик бантообразный такой узор маленький выглядит так с обратной стороны брошь и плечкообразная крепление иголочки и вот эти заклепочки говорит нам это что брошь середина 60-х годов это точно очень интересно да вот всем жителям Канады передаем привет это у нас кленовый листочек там три да ну просто кленовый лист там во флаге Канады а тут аж три видите кленовых листочков покрыты эмалью очень симпатичные в золотом тоне оправа выполнена хорошенькие так они выглядят с обратной стороны маркировки на них нет миленькие кленовые листочки кстати из них и делают еще сироп похоже на брошь планку вы сказали да на брошь планку похоже не сказал но сироп я не знаю мэппл сироп продают здесь то ли он из листочков делается то ли он из самого дерева как-то сок я не знаю я однажды как-то купил ничего так мне понравилось вот такие необычные сережки на винтах мы нашли под дамаскин такой узор здесь мы видим интересное крепление такое видите мне кажется очень удобно в носке закручиваешь столько сколько нужно чтобы держалось на ушке да есть маркировка сделано в испании такие наверное сувенирные какие-то изделия которые продаются для туристов да вполне симпатично да такая брошь красивая да брошь веночек с цветочками и листочками в серебряном тоне листочки у нас видите кристаллы цветочки по-моему здесь несколько кристаллов не было отсутствовали мы их приклеили срединой вроде получилось неплохо подходящее все нашли красивая брошь так вот выглядит с обратной стороны ну как я уже говорил плечкообразное тоже видите здесь крепление иголочки еще и я так понимаю наверное это родиевое покрытие даже середина шестидесятых годов прошлого века думаю я не ошибаюсь брошь в виде такой веточки какая она красивая посмотрите нежная такая работа здесь и жемчужинки такие интересные они приплюснутые необычной формы кристаллы подсвета сапфир и маркиз и маркизы и по всей длине видите листочки идут покрыты они кристаллами и вроде бы у них покрытие аврора бреалис только два я вижу кристаллика отсутствует ну клеем да необычная брошь я бы ее планка назвала брошь планка да можно и назвать брошь планочка планка без маркировки она длинная ой длинная длинная не тяжелая но длинненькая красивая да брошь так это у нас видите брошь кулон но брошь вы сейчас увидите уже как брошь она не существует иголочка сломана с креплением половинка а вот крепление под кулона осталось ну как кулон она очень красиво бы смотрелась да конечно же тут вот и цветочек и листочки лепесточки все в кристаллах очень все красиво безусловно а чего стоит это голубой кристалл нежный цвет такой у него в золотом тоне оправа даже стебелек виден все реалистично без маркировки это у нас тоже кулон есть крепление такое лицо девушки кристалл даже видите в волосах волосы распущены да развиваются на ветру похоже брошь небольшая кулон небольшой какая-то надпись имеется кто-то возможно сам нацарапало не знаю такая вот интересная интересный кулончик одним словом да очень необычная находка скажу кулон что-то мне напоминает это это часть как лопата ковшик такой и вот на ней какая-то египетская царица что-ли со змеей необычная очень работа очень необычная не встречала таких да и вот крепление под кулон без каких-либо маркировок ну чем-то она нам понравилась тема Египта нельзя остаться в стороне вот такая видите брошь огромная крупная в золотом тоне в виде цветочка выполнена так изящно лучики нижняя часть потом мы поняли что это по всей видимости брошь шатлин видите есть крепление должна быть еще такая наверное брошь с цепочкой да и на одном из лучиков я увидел маркировку где только меньше размера ну да шатлин должно быть две цепочки которые соединяют одну и вторую да красиво посмотрелись бы не когда ты говоришь была основана компания в 1945 году провиденте штат рот айланд провиденте штат рот айланд и закрыта была в 1998 году в 1998 году закрылась на хорошая компания да и как я уже говорил однажды что очень нам повезло на такие хорошие компании именитые так скажем и вот эти две броши этому пример тоже это две броши одной компании я думаю вы узнали возможно брошь такая видите как цветочек я бы сказал ажурные ажурные тут интересный видите переход с приглашенном золотом тоне а право идет такой блестящий золотой тон вот обратная сторона броши мы видим маркировку компания crown trifari и здесь то же самое такой цветочек один лепесточек загнулся такой реалистичный аккуратненький маленький она небольшая ой очень маленькая совсем крошечная по сравнению с той да и иголочки такие из разряда тех что говорю как их могут одевать интересно маленькие да и вот опять же компания crown trifari хорошенькая такая брошь да и это тоже хороша компании trifari в золотом тоне брошь у нас да каково было наше удивление найти брошь от компании dior с таком серебряном тоне и конечно же обязательно должна быть маркировка этой компании если я думаю все маркировки нет то это просто подделка какая-то вот и маркировка есть dior не знаю насколько она такая ценная бывает знаете вроде как бы ничего не особенного как-то а само просто вот имя очень высоко ценят эти изделия как вот шанель допустим dior и другие на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч пишите пожалуйста в комментариях какое изделие вам понравилось больше всего мнен 7 длинная ты до 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 Субтитры создавал DimaTorzok